Исай Александрович, сыграйте, пожалуйста, апассионат. Пожалуйста. Экспозицию «Музыка в семье Ульяновых» нам показывает ее автор Светлана Генералова. Вовлечение музыкой Владимиру Юрьевичу Ленину было привито с детства. Его мать Мария Александровна прекрасно играла на фортепиано. Именно она положила начало коллекции, которая насчитывает более 400 экземпляров. Нотная библиотека начала собираться где-то с середины XIX века. То есть первые ноты приобретены Марией Александровной, когда она еще была в девичестве Марии Бланк. И об этом говорят вот как раз переплеты. Вот мы с вами видим черную вот такую тетрадь, на ней написано МБ. Потом там на развороте мы увидим, что подписана рукой дополнительно Мария Ульянова. То есть она была девушка, купила эти ноты, потом ушла самуша, и имя владелицы изменилось. Последние экземпляры появились в коллекции в 30-х годах XX века. Их собирала младшая сестра Ленина Мария Ильинична. Названия музыкальных произведений написаны на разных языках. Семья же была, в общем-то, профессиональных революционеров, как мы привыкли говорить. И жили они, перемещались постоянно, не только по стране, но и по, скажем так, по нашему континенту. И мы видим, что ноты покупались везде, вот где бы они ни жили. Уникальность этого собрания не только в том, что на полях есть автографы членов семьи Ульяновых. Многие сборники сами по себе являются ценными образцами. Мне хотелось показать это как отдельное произведение искусства. Это увертюры Чайковского, написанные на открытии Храма Христа Спасителя. Посмотрите, какое издание. Я консультировалась с нашим художником. Это ручная работа по золото, роспись. Но главное, ради чего создавалась экспозиция, это попытка другими глазами посмотреть на прошедшую эпоху и по-новому оценить личность вождя мирового пролетариата. Давайте уйдем от марктизма и ленинизма. И честно, спокойно, нам еще рано делать оценки, нам еще рано это все оценивать. Давайте просто посмотрим, что там было. В том числе, там была и музыка. Из-за особенностей и условий хранения нот, экспозиция будет работать не больше трех месяцев. Сейчас она доступна всем посетителям музея, кабинет и квартиры Ленина в Кремле. Нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивный, думаю. Вот какие чудеса могут делать люди.